Здравствуйте, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухтая, вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтой. Свежий обзор для вас с торговыми идеями на председающую торговую неделю. Это первый блок сегодняшнего обзора. Второй блок. Посмотрим, как отработались мои предыдущие торговые рекомендации публичные, которые вы от меня получали на прошлой торговой неделе, на прошлых выходных. И третий блок сегодняшнего обзора. И это, как всегда, я еще дополнительно покажу, какие торговые рекомендации получали от меня подписчики в закрытом моем телеграм-канале «Вип Мария Кухта». Ребята, я хочу напомнить о том, что видеообзор сегодняшний будет опубликован на моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер» в субботу, 15 июля, и продублируется на YouTube-канале «Компания Маркетс» в понедельник, 17 июля. Ну что ж, давайте начинать. И первый блок, и это свежие торговые идеи для вас. Я бы хотела начать сегодняшние торговые рекомендации с анализа натурального газа. Посмотрим текущую картинку по натуральному газу, озвучу перспективы по данному инструменту, озвучу свое видение, свое мнение по данному инструменту. И, в принципе, скажу, какие у нас здесь открываются и краткосрочные, и какие среднесрочные перспективы. Ну что ж, давайте начинать. Значит, натуральный газ, текущая картинка по данному инструменту у нас такова. Я хочу сказать, что еще ранее, после дневочки 10 июля, после того, как натуральный газ у нас сделал лонговое перекрытие, я в закрытом канале подписчикам рекомендовала открывать покупки. Но, смотрите, краткосрочно мы себя отработали, то есть одна дневочка выросла, но после этого мы увидели шартовые перекрытия. Значит, 12 и 13 июля на прошлой торговой неделе шартовые проливы вниз по натуральному газу, которые можно расценить как шартовые перекрытия предыдущего движения. Что это значит и какие у нас дальнейшие перспективы, исходя из этого, рисуются, сейчас озвучу. Значит, во-первых, хочу сказать, что текущая картина сейчас образовалась, значит, по данному инструменту показывает продажи. Но сразу отмечу, ребят, что продажи я рассматриваю краткосрочные, то есть если будете работать с шорт по натуральному газу, то только краткосрочные, потому что все-таки среднесрочные перспективы у нас лонговые, и в процессе сейчас объясню почему. Итак, самодостаточный шартовый паттерн, посмотрите, который в себя включает потенциально защитные шартовые движения, шартовые движения от 27 и 28 июня, после чего комбинация в виде консолидации позиций, попытка уйти наверх, вот та попытка, которую я все-таки попыталась словить, то есть я уже думала, что у нас коррекция не закончилась, и после лонгового перекрытия от 10 июля будем уходить на перехай. Но нет, смотрите, шартовое перекрытие говорит о чем? О том, что у нас здесь сформировалась самодостаточная шартовая комбинация против локальной восходящей тенденции, которая у нас была до этого. Значит, этот шартовый паттерн позволяет дальше открывать продажи по данному инструменту. Обращаем внимание на откатный уровень сопротивления 2.684, это максимум коррекции после потенциально защитного шартового движения. Дальше у нас произошло, с этого ценового уровня 2.684 у нас произошло шартовое перекрытие. Значит, среда, четверг на прошлой торговой неделе, импульсы вниз, которые говорят о том, что как минимум краткосрочно натуральный газ у нас дальше собирается снижаться. Поэтому моя рекомендация для вас, спекулятивно открываем продажи. Но, смотрите, либо с текущих, либо мы будем еще делать до набора торговой позиции в рамках перекрытия. Это очень важно, потому что на самом деле нужно понимать, куда выставлять стоп-лоссы, как действовать, если рынок будет уходить в моменте наверх. То есть вы должны понимать, что если с текущих не уходим вниз, если еще делаем какую-то комбинацию здесь в виде консолидации, в виде откатных дневочек, все это допустимо для дальнейших продаж, потому что в рамках перекрытия рынок может добирать торговую позицию. Это первый момент, на который хочу обратить внимание. Второй момент – это потенциал шорта, значит, потенциал у нас краткосрочный. Спекулятивно можно работать в шорт, будем искать точки входа. Ребят, кто подписан на мой открытый телеграм-канал «Мария Кухта Трейдер», я буду делать апдейты по этому инструменту. Поэтому, если вы еще не подписаны, подписывайтесь. В телеграме буду делать посты по поводу натурального газа, то есть если будут какие-то у нас корректировки, либо увижу хороший заход на продажу, хорошую точку входа, я озвучу свое видение, свое мнение в своем открытом публичном телеграм-канале «Мария Кухта Трейдер». Поэтому, ребята, подписывайтесь, если еще не подписались. Значит, продажи сейчас подтверждены, потому что есть самодостаточная шортовая комбинация, которая позволяет определить шорты по данному инструменту. Но краткосрочно – да, то есть пока смотримся в шорт. Потенциал для снижения озвучивать не буду. Почему? Потому что если посмотреть в более такой крупной перспективе, если проанализировать данный инструмент, мы с вами можем увидеть, что у нас все-таки на дневном таймфрейме снизу происходит такое параболическое закругление с поджатием наверх. Я не исключаю вариант, что сейчас продажи будут краткосрочные, коррекционные. Коррекционные в рамках вот этого движения наверх, основного движения, которое у нас произошло с начала июня и закончилось фактически в конце июня. То есть в июне месяце. Рост по натуральному газу – это сейчас основной защитный импульс, основное защитное движение, в сторону которого мы дальше будем двигаться среднесрочно. Ну, как я уже сказала в начале сегодняшнего обзора, это нам не мешает краткосрочно заработать на продажах, которые сейчас видны. То есть спекулятивно работаем в шорт. Вот потенциал для шорта. Будем смотреть по факту. Как правило, я для этого использую вариант сопровождения позиций. То есть если у нас нарисуется обратная ситуация в обратную сторону, ну, точно так же, как мы сделали с вами по дикси, по индексу доллара. Сначала мы локально покупали, потом, когда уже нарисовалась формация на продажу по индексу доллара, то тогда вы от меня услышали и увидели информацию, посты, публичные посты о том, что индекс доллара нужно продавать. То же самое касательно натурального газа, ребят. Я буду делать апдейты, я буду делать, значит, уточняющие как посты, так и обзоры по поводу данного инструмента. И когда уже у нас нарисуется хорошая точка входа на покупку, то есть когда уже у нас коррекционное снижение закончится, определится хорошая точка входа на покупку, вы от меня узнаете эту информацию. То есть следите за моими обзорами, следите за моими постами, за обновлениями. И всегда будьте в курсе моего мнения по поводу основных финансовых инструментов, в том числе и касательно натурального газа. Ну что ж, поэтому сейчас для вас торговая идея. Шорты, ребят, ниже откатной зоны сопротивления 2,685. Перспективу, как я уже сказала, не озвучиваем. Перспектива краткосрочная. Дальше будем искать разворотный паттерн на покупку, когда он образуется. Я все это для вас напишу, проинформирую, расскажу. Ваша задача подписаться на мои ресурсы. Это YouTube-канал Мария Кухтотрейдер и открытый Telegram-канал Мария Кухтотрейдер. Так, натуральный газ мы с вами проанализировали. Свою позицию я озвучила. Краткосрочно, спекулятивно шортим. Дальше будем искать разворотную информацию для среднесрочных покупок. Так, следующая идея для вас. Это из фондового рынка, ребят. Я предлагаю рассмотреть акцию Amazon. Но несмотря на то, что у нас уже среднесрочная лонговая тенденция здесь присутствует, неплохо растет данная акция. С начала текущего года уже такой довольно уверенный рост, фактически безоткатный рост мы с вами видим, особенно за последние несколько торговых месяцев. Но это нам не мешает дальше работать в сторону тенденции, восходящей в сторону тренда, в силу того, что сейчас у нас на текущий момент подтверждается эта тенденция. А именно, подтверждается в виде лонгового паттерна, лонгового паттерна усиленного тренда, потенциально защитные лонговые движения, импульс наверх, который произошел, основная его часть произошла 22 июня, после чего коррекционное снижение, коррекцию мы с вами перекрыли. И уже в пятницу на прошлой торговой неделе мы увидели новый локальный максимум по акции Amazon. Что дальше? Дальше покупки выше коррекционного уровня поддержки в районе 116, минимум коррекции, с которого мы сделали лонговые перекрытия, либо с текущих, либо от еще свежей консолидации, свежего накопления. Дальше работаем в лонг по акции Amazon. Какая перспектива для роста? Ну, ребят, по тренду, по крайней мере, еще хороший выброс наверх один будет, потому что есть формация, которая показывает дальнейшее продолжение восходящей тенденции, дальнейшее продолжение покупок. Поэтому можно открывать лонги и ожидать дальнейшего хорошего импульса наверх. И эту идею тоже буду сопровождать, поэтому подписывайтесь на мои открытые ресурсы и будете видеть дальнейшие ситуации, дальнейшие перспективы, в том числе и по данной акции, по акции Amazon. Так, и еще одна торговая идея для вас сегодня, это из криптовалютного рынка, ребят, BNB. BNB и USDT. Интересная ситуация здесь рисуется. Самодостаточный лонговый паттерн против шартовой тенденции, как видите, на своих минимумах торгуются BNB, но это нам не мешает открывать лонги. Рекомендую работать в лонг по BNB, выше поддержки в районе 243 с копейками. Здесь у нас произошел минимум коррекции после лонгового движения. Основное лонговое движение, которое мы с вами видели 10 и 11 июля, сейчас подтверждается в виде локальной комбинации. Чуть-чуть поджимаемся наверх. Это один из моих лонговых паттернов, тех лонговых паттернов, в которых я торгую, которые я анализирую, понимаю и отбираю для вас по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Лонговая формация присутствует в этом покупке либо секущих, либо еще какая-то локальная возможно будет коррекция, а возможно и нет, потому что, ну в принципе, коррекция у нас уже была вчера, 14 июля по BNB. Видите, какая коррекция? То есть локально стопы мы уже с ней слились, поджимаемся наверх уже в субботу, 15 июля, и все-таки дальше, дальше продолжаем смотреться наверх. Перспектива для роста пробития максимума вчерашнего 261,5 сопротивления и выше. В принципе, здесь у нас неплохая перспектива, такая более среднесрочная рисуется. То есть из текущей формации, из текущего накопления я ожидаю неплохого выброса наверх по криптовалюте BNB. Поэтому, если торгуете крипту, открывайте покупки и ожидаем хорошего дальнейшего выброса наверх по данному инструменту. Ребят, с первым блоком мы закончили. Это были свежие торговые идеи для вас. Значит, мы с вами просмотрели натуральный газ, просмотрели из фондового рынка акцию Amazon, а также из криптовалютного рынка, просмотрели криптовалюту BNB и USDT. Переходим теперь к второму блоку и посмотрим, как же отработались мои предыдущие торговые публичные рекомендации. Ребят, в прошлом видео, которое вышло в воскресенье, 9 июля на прошлой торговой неделе. Видео, которое вышло как на моем YouTube-канале Marie KuchtoTrader, так и в понедельник продублировалось на YouTube-канале компания Market. В данном видео я для вас давала две торговых идеи, две торговых рекомендации по металлам, на покупку золота и на покупку серебря. Давайте посмотрим, что же сейчас происходит с этими инструментами и как отработались, как шикарно на самом деле отработались мои публичные рекомендации. Значит, закрывается у нас пятница, 7 июля. Давайте начнем с золота. Пятница, 7 июля закрывается по золоту и на выходных я записываю обзор с рекомендацией покупать. Я говорила о том, что либо с текущих, либо еще какой-то у нас, видите, как донабор торговой позиции происходит. То есть мы еще консолидируемся в рамках этого перекрытия. Чуть-чуть вынесли короткие стопы, но тем не менее дневочку понедельника закрыли отлично в своем открытом, вернее, закрытом телеграм-канале ВИБ Мария Кухта. Я сделала апдейт по метанам о том, что, да, ребят, у нас лонги актуальны, то есть все в силе, идеи актуальны. Продолжаем удерживать покупочки по золоту, потому что мы в закрытом канале еще ранее покупали золото, на самом деле, еще в пятницу в моменте, примерно на отметке 19.16, я давала торговый сигнал на покупку золота в закрытом своем канале ВИБ Мария Кухта, а для вас публично чуть повыше. Уже порекомендовала в обзоре своем. Давайте посмотрим этот обзор. Значит, пульс рынка с Марией Кухтой Gold Silver. Это тот обзор, то видео, о котором я говорю, значит, публичное видео, в котором были торговые рекомендации от меня на покупочку металлов. Золото, шикарный рост, уже начиная с во вторника, вторник, среда, это ведь и четверг, пятница у нас сохранили. Сохранили те импульсы, которые были до этого, то есть, в принципе, все у нас дальше в силе. Те покупочки, которые вы открывали ранее, удерживайте. Сейчас уже впрыгивать в рынок мы не будем, ни в рынок металлов, ни в валютный рынок, потому что рынки уже в движении, ребят. Но на самом деле, мои подписчики, как в закрытом канале, так и подписчики моих публичных ресурсов, телеграм-каналов, фейсбука, в фейсбуке у меня есть открытая страница Мария Кухта Капитал и закрытая группа Мария Кухта Трейдер. Ребят, везде, на своих ресурсах я делала посты по поводу продажи, публичной продажи индекса доллара еще от максимумов и также делала посты, дублировала видеообзор свой с рекомендациями на покупку металлов. Поэтому публичные мои торговые рекомендации замечательно отработались. Что дальше? Смотрите, инструменты сейчас, все инструменты в движении, почему сегодня я не даю торговые идеи ни по металлам, ни по валютному рынку. Да потому что инструменты в движении, когда рынок в движении, мы ничего не делаем, и это та ситуация, когда нужно быть вне рынка. Но направление понятное, если взять металлы, то направление восходящее, среднесрочное. Ланги удерживайте. Те ланги, которые вы открывали по моему паттерну, которые я для вас отобрала и озвучила в публичном обзоре на прошлых выходных, и если вы покупали золото, серебро шикарно, просто вы сейчас зарабатываете. Продолжайте удерживать покупки, потому что у нас металлы, дальше среднесрочно смотрятся наверх. Давайте серебро посмотрим, что по серебру. Но на самом деле серебро показало два замечательных импульса наверх. Отработка моего публичного прогноза на покупку 12 и 13 июля. Посмотрите, какое ралли мы с вами увидели по данному металлу. По серебру я вам рекомендовала открывать покупочки в том же видео, то есть то же видео, что и по золоту. Пульс рынка с Марией Кухтей, Голд, Сильвер. Видео, которое было опубликовано на моем ютуб-канале Марией Кухта Трейдер в воскресенье 9 июля и на ютуб-канале компания Маркетс в понедельник 10 июля продублировалась. Ребят, покупку, если вы открывали в понедельник, по моему прогнозу, смотрите, пятница закрылась, на выходных обзор записалась, серебро лонг. Самодостаточный лонговый паттерн, что такое самодостаточный паттерн, я рассказываю на индивидуальных курсах обучения. Каким образом эти паттерны можно торговать, каким образом эти паттерны отрабатываются, как это все можно использовать в своем анализе, в своей торговле, все это рассказываю на индивидуальном курсе обучения. Кому интересно, обращайтесь, все мои контакты есть под видео. Покупка золота и серебра. Смотрите, 10 июля, если вы серебро открывали в лонг, по моему публичному прогнозу, в каком хорошем вы сейчас профите. Отработались уже лонги, но тем не менее, дальше инструменты продолжают смотреться на покупочку. Поэтому, если открывали лонги тоже по серебру, удерживайте. Частично можете зафиксироваться спекулятивно, а дальше среднесрочно удерживайте, потому что точно так же, как и золото, серебро у нас сохраняет среднесрочную восходящую перспективу и ближайшая цель для роста, и это район 26. Этот район я, в принципе, озвучивала в своем обзоре на прошлых выходных. 26 ценовая зона и выше. Пробиваем 26, дальше будем улетать наверх в сторону среднесрочной восходящей тенденции, которая у нас присутствует по металлам. Так, ребят, сами видите, как отрабатываются мои прогнозы. Не постфактум, публичные прогнозы, которые я для вас записываю каждую неделю. На моем YouTube-канале Мрик Ухтотрейдер торговые идеи могут быть почаще, то есть торговые идеи от меня получают подписчики моего YouTube-канала Мрик Ухтотрейдер несколько и несколько раз в неделю, то есть если есть хорошие ситуации. И если желаете получать еще больше торговых идей, то записывайтесь, вернее, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал Вип Рик Ухта, как раз к которому мы сейчас переходим, а это третий блок сегодняшнего обзора, и я вам покажу, какие еще торговые идеи получали подписчики в моем закрытом телеграм-канале Вип Мария Кухта на прошлой торговой неделе. Ребят, хочу отметить, что все торговые идеи, которые получают подписчики в моем закрытом телеграм-канале Вип Мария Кухта, это как торговые сигналы, так и торговые рекомендации, которые я даю в графическом формате. Почему графический формат? Потому что на самом деле все предельно ясно, на графике вы можете видеть цену покупки, то есть, когда поступает графический сигнал, с пост, с графическим сигналом, вы по текущим открываете сделку в лонг или в шорт, я показываю, куда нужно выставлять стопы, если это сигнал, если это аналитика, если это торговая рекомендация, то стоп я не даю, но я даю уровень, на который мы ориентируемся, то есть, выше которого рассматриваем лонги, и точно так же аналитику можете для себя использовать, и как торговый сигнал по своему усмотрению, и как апдейты для ваших уже открытых торговых позиций, для того, чтобы вы понимали, что дальше делать с открытой торговой позицией, удерживать ли, либо, возможно, в обратную сторону открывать и так дальше, и третье, что вы можете делать, это интердей торговать, то есть, в принципе, моя аналитика тоже замечательно отрабатывается, ребята торгуют и внутри дня, те торговые идеи, которые я даю в своем закрытом телеграм-канале вид Марии Кухта, ну, не только внутри дня, но и среднесрочно, допустим, по валютному рынку мы удерживаем еще евро 50% позиций на покупочку, евро, шикарный просто рост у нас произошел, но евро-доллар я показывала в прошлом видео, на прошлых выходных, то есть, я уже анализировала евро, сейчас на этом мы не будем акцентировать внимание, но начнем с новозеландского доллара, ребят, значит, понедельник, 10 июля, покупка новозеландца, посмотрите, торговая идея на покупочку выше поддержки 0,6155, откатная поддержка, я все это написала ребятам с текущих, видите, с текущих, либо после небольшой коррекции, с перспективой на пробитие максимума прошлого месяца в районе 0,6250 и выше, давайте посмотрим, что сделал новозеландский доллар, это первая торговая идея, в понедельник, 10 июля, первая торговая неделя, сначала прошлой торговой, значит, прошлой недели торговой, и давайте посмотрим, где сейчас новозеландский доллар, как отработал самый сигнал, посмотрите, лонг, вот у нас понедельник, вот у нас лонговый паттерн, локальный, вот у нас более крупный лонговый паттерн, здесь у нас была формация, формация по новозеландскому доллару, и вот, пожалуйста, отработка, шикарный рост, можно сказать, уже такой краткосрочный рост мы с вами уже видим, по новозеландскому доллару, краткосрочная отработка есть, и дальше продолжаем смотреться на покупку, поэтому часть позиций я все-таки в закрытом канале рекомендовала удерживать, значит, на узландский доллар покупка, дальше, ребят, вот по золоту, удерживаем покупку, продолжаем дальше смотреться наверх, апдейт по золоту, я всегда делаю апдейты в закрытом телеграм-канале для того, чтобы подписчики понимали, что делать с открытыми позициями, когда есть отмена сценария, тоже об этом говорю, то есть, я всегда информирую своих ребят о том, что происходит по инструментам, по тем инструментам, которые я рекомендовала торговать, по которым я давала торговые сигналы, вот у нас по золоту сигнал, то, что я говорила, видите, где по золоту мы покупали, 19-16, цена, и сами знаете, где сейчас золото, и это покупочка золота в закрытом моем телеграм-канале торговая идея для моих подписчиков, апдейт по лонгам, по золоту, продолжаем удерживать, смотрим дальше, сигнал биткоин лонг, где я покупал биткоин, посмотрите, и давайте посмотрим текущую картину по биткоину, видите, все предельно ясно на картинке, то есть, я в таком формате даю все свои торговые сигналы, покупка с текущих, когда поступают торговые идеи, нужно с текущих открывать позицию, я не работаю лимитками, не работаю отложными ордерами, почему, потому что мне нужно оценить рынок сейчас, если я сейчас увидела торговую хорошую сделку, если сейчас увидела хорошую формацию уже сформированную, я об этом информирую своих подписчиков закрытого телеграм-канала, и они уже это все могут использовать в своей торговле и сразу же открыть сделку, значит, информация от рынка поступила, покупку порекомендовала открывать по биткоину, куда выставлять стоп-лосс, сами видите, и давайте посмотрим биткоин, как биткоин отработал мою рекомендацию на покупочку, смотрите, где лонг, вот эта идея на покупочку и какая у нас отработка, на перехай ушли, как я и прогнозировала, я частично биткоин зафиксировала в закрытом канале, сейчас мы с вами посмотрим, так, сопровождение биткоина, удерживаем покупку, дальше, биткоин удерживаем покупку, видите, ребята, у нас, несмотря на то, что чуть-чуть понедельник, задавили вниз, то есть локально ушли наверх, но задавили все-таки дневочку, но это не повлияло на дальнейшую ситуацию, лонги сохранялись, лонги в силе, были, и об этом я написала в закрытом канале, так, значит, по натуральному газу, вот это тот сигнал, который я вам говорила, натуральный газ, лонг, да все-таки я посчитала, что уже у нас коррекция закончилась, интердемы выросли, ну, знает, сколько инструмент вырастет, на самом деле перспективу я имею в виду движения, на самом деле определять можно по текущей ситуации графической, но, как мы уже сейчас видим, натуральный газ сделал шартовое перекрытие, о чем я озвучила сегодня в первом блоге сегодняшнего обзора, и вы знаете, знаете мои мнения текущие по натуральному газу, вы знаете, что я сейчас прогнозирую краткосрочные продажи, но среднесрочно буду искать торговый паттерн в лонг, и я вас об этом проинформирую, когда у нас нарисуется торговый паттерн в лонг по натуральному газу. Так, доллар-франк, посмотрите, это мы частично фиксируем шорт, видите, как я работаю, то есть я работаю, используя частичную фиксацию позиций, таким образом я сопровождаю торговую позицию, тейк-профиты я не выставляю, почему я все это рассказываю на курсах обучения, либо на каких-то обучающих обзорах, ребят, я расскажу, почему не работаю с тейк-профитами, и почему на самом деле использую метод сопровождения торговой позиции и метод частичной фиксации. Так, по франку фиксировались, то же самое евро, посмотрите, удерживаем лонг, 50% позиции в рынке, стоп без убытка, посмотрите, где я покупала евро-доллар, я вам все это показывала на прошлом торговом, на прошлом обзоре своем, на прошлых выходных, значит, 50% позиции зафиксировала, и сейчас, давайте посмотрим, где сейчас торгуются, у нас евро-доллар, валютная пара, значит, евро-доллар у нас сейчас по 1,12 с копейками, покупочка, удержание лонга, видите, как можно зарабатывать на движении, на хорошем импульсом движении, удерживая позицию среднесрочной, да, в принципе, у нас неделька роста по евро, и уже замечательный, замечательная отработка, покупки, которую я рекомендовала открывать в закрытом своем канале VIP Мария Кухта, но при этом, ребята, публично вы от меня получали торговый сигнал, торговые идеи на продажу Dixie, и тоже вы могли замечательно на продаже индекса доллара заработать, здесь у нас был самодостаточный шартовый паттерн, кстати говоря, очень скоро я запишу отдельные видео, отдельное видео с анализом своих публичных торговых рекомендаций, в том числе и Dixie, с разбором своих рекомендаций, с позиции авторской своей торговой стратегии защитный трейдинг, расскажу, почему открывала здесь шарты конкретно по индексу доллара, также добавлю анализ золота, анализ серебра, анализ других инструментов, которые я публично рекомендовала торговать, проанализируем эти инструменты, проанализируем мои позиции, которые я видела, и посмотрим, как они отработались, я расскажу, почему, объясню свое видение, как я отбираю торговые паттерны, как я анализирую рынок, то есть все это вы узнаете в следующем видео, которое выйдет на моем YouTube-канале Мария Кухтотрейдер очень скоро. Так, дальше, ребят, что дальше у нас по закрытому каналу, значит, смотрим, фунт-доллар тоже я рекомендовала покупать, частичная фиксация фунтуа, покупочка у нас была открыта по моей авторской торговой стратегии защитный трейдинг, то же самое Dixie, ребят, смотрите, где шортила Dixie, я вам публично этот пост продублировала, и вы тоже могли воспользоваться моей торговой идеей на продажу. U&P-акция, ребят, U&P, кто торгует фондовый рынок, я, ну, во-первых, в закрытом канале давала торговый сигнал по U&P, значит, и давайте посмотрим сам сигнал в закрытом канале, и тоже вам публично, но чуть повыше, в закрытом канале мои подписчики могли купить данную акцию по более привлекательным ценам, а для вас публично чуть повыше я рекомендовала открывать лонги по данной акции, и давайте посмотрим текущую картину по U&P, что же сейчас у нас происходит с данным инструментом, а у нас происходит отличная отработка, посмотрите, покупочка, то есть здесь покупка после закрытия этой дневки, среда 28 июня, и посмотрите, какой рост. Публично я вам рекомендовала открывать лонги по U&P здесь 30 июня после закрытия этой дневочки. Давайте посмотрим видео. Вот это видео, Dixie, Euron, Trollengas, Meta и U&P, это те торговые идеи, которые были на позапрошлых, позапрошлой торговой неделе, на позапрошлых выходных, и в том числе по U&P в LONG вы получили от меня торговую рекомендацию. Посмотрите это видео, если интересно, мое мнение, если интересно, почему рекомендовала открывать покупочки, но вы сами видите, что в закрытом канале, ребята, еще раньше, еще раньше получили торговый сигнал в LONG. На перехай уже мы ушли, то есть мы уже сделали перехай локальных максимумов, и дальше продолжаем расти. сами видите, как отрабатываются мои идеи, как отрабатываются те паттерны, которые я для вас отбираю, те инструменты, которые я анализирую, отбираю для вас торговые ситуации, которые можно использовать в торговле, и на которых можно заработать. Так, давайте дальше по закрытому каналу, ребят, значит, что у нас, NZD, так, прошу прощения, сейчас мы посмотрим, сейчас мы продолжим, так, QNP, дальше золото, золото удерживаем LONG, 100 переносим без убыток, частично у нас золото начало расти, я решила уже в закрытом канале 100 переносим без убыток и продолжать удерживать покупочку. NZD удерживаем LONG, видите, у нас дневочка закрывается, на следующий день написала о том, что дальше, дальше NZD у нас смотрится наверх в сопровождении позиции. Натуральный газ, вот она, одна дневочка, которая выросла, локально неплохо по натуральному газу, но тем не менее у нас дальше произошло шартовое перекрытие. Эфир, это еще одна торговая идея в закрытом канале. На покупку эфира, ребята, подписчики моего закрытого телеграм-канала Вибмария Кухта получили торговые идеи на покупку эфира. Давайте посмотрим, где эфир сейчас. Значит, сейчас у нас эфир, видите, где торгуется, вот покупка и локальная отработка произошла. Мы на перехай ушли, здесь я зафиксировала, возле максимума зафиксировала 30% позиции в лонг. Мы ушли на перехай, ну и сейчас мы продолжаем удерживать лонги и стоп-лосс без убытки. Часть зафиксировали позиции и оставшуюся часть удерживаем. Значит, дальше, по НЗД написала, что покупки актуальны, несмотря на то, что у нас впереди было решение по процентной ставке банка, резервного банка Новой Зеландии. все-таки покупки актуальны, то есть у нас формация показывала лонг и продолжаем дальше удерживать покупочки в закрытом канале. НЗД чуть-чуть выросли, апдейт сделала. Дальше, по золоту, фиксация 30% позиции на покупку, стоп без убытки. Еще одна рекомендация, среднесрочная, это катон на покупочку в закрытом канале, подписчики получили. Значит, по золоту апдейт. НЗД, фиксация 30% позиции возле локальных максимумов. Дальше, по НЗД еще 20% зафиксировали, чуть выше максимумов и продолжаем удерживать покупки. По НЗД у нас сейчас еще 50% позиции в рынке и посмотрите, где новозеландский доллар. Да, мы фактически пробили максимумы мая в районе 0,6380 и дальше продолжаем смотреться наверх, поэтому покупки часть удерживаем, стоп без убытки. Биткоин, сопровождение позиций, лонг актуален, висит, то есть, несмотря на то, что биткоин как-то здесь что-то консолидировался, эта консолидация только подтверждала дальние шланги, о чем я проинформировала своих подписчиков. Эфир тоже самое, лонг актуален, видите, ребят, всю информацию я предоставляю в закрытом канале VIP Мария Кухта. То есть, если публично, там может быть один-два, одна-две торговых идеи, один-два торговых сигнала, то в закрытом канале различные рынки, различные инструменты, все это я анализирую по всем инструментам, прохожусь, если есть хорошие торговые паттерны, я об этом информирую своих подписчиков закрытого телеграм-канала VIP Мария Кухта. Еще один сигнал по крипте, это покупочка чилис союз.дт, тикер C-H-A-Z, покупка, куда выставляется туплос, значит, на локальный перехай, давайте посмотрим, где сейчас торгуется данный инструмент, отработалась ли моя торговая идея в закрытом канале на покупку, посмотрите, лонг, в моменте сразу улетаем, пробиваем локальные максимумы, те максимумы, которые были у нас до этого, в июле, да, и в предыдущем месяце, в июне, видите, локальный максимум пробиваем, сейчас дальше продолжаем консолидироваться наверх, поэтому удерживаем частично покупочку по чилис в закрытом телеграм-канале и вот частичная фиксация была, фиксируем 30% позиции на покупку, 100% без убыток по эфиру сопровождение позиции, биткоин удерживаем, лонг, ребят, эфир, фиксируем 30% позиции, 100% без убыток, переводим биткоин частичной фиксации 30% позиции на покупочку, пост о том, что натуральный газ нарисовал шортовое перекрытие, ну и последнее апдейт по UMP, что мы сейчас хорошо растем по UMP, апдейты сделала по крипте сегодня, в субботу и сигнал BNB, в закрытом канале BNB сигнал лонг, да и вы сегодня тоже от меня получили торговый сигнал на покупочку, данного криптовалютного инструмента. Ну что ж, ребят, третий влог мы тоже с вами просмотрели сегодняшнего обзора, вы видите, как я работаю в закрытом телеграм-канале VIPMariaKuchta, весь и мою работу, если импонирует, если нравится, если желаете присоединиться к моим подписчикам, можете оформить подписку на мой закрытый телеграм-канал VIPMariaKuchta, написав мне в личку. Все мои контакты есть под видео, желательно пишите в телеграм, ну, в принципе, если в мессенджер, тоже отвечаю, то есть, возможно, с задержкой, в телеграм всегда отвечаю практически сразу. Так, мои контакты еще раз есть под видео, если интересует подписка на закрытый канал, если интересует обучение, индивидуальные курсы обучения, тоже пишите в личку по поводу обучения, всю информацию предоставлю в индивидуальном порядке, вам в личку предоставлю всю информацию, также не забывайте подписываться на мои открытые ресурсы, это YouTube канал MariaKuchtaTrader, как вы видите, здесь, значит, я публикую свои видеообзоры с анализом основных финансовых инструментов, с торговыми идеями, с обзорами рынков, ребят, анализирую все рынки, потом анализирую свои публичные торговые идеи, все торговые идеи для вас отбирают в позиции своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг, видите мое понимание рынка, видите отработку торговых формаций, которые рабочие и которые помогают правильно определить направление по инструменту и увидеть хорошую точку входа по инструментам. Если есть вопросы по рынкам, задавайте в комментариях, пишите тикеры в комментариях под видео и обязательно на следующих обзорах я буду рассматривать все инструменты, которые вам интересны, либо в видеообзоре, либо буду делать отдельные посты в своем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер, на который тоже подписывайтесь, открытый телеграм-канал и есть еще мои открытые ресурсы в фейсбуке страница Мария Кухта Капитал открытая и закрытая группа Мария Кухта Трейдер, поэтому, ребят, тоже подписывайтесь. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, спасибо за ваши предыдущие комментарии, за ваши вопросы, за ваши отзывы, за реакции, надеюсь на свежий фидбэк, если есть вопросы задавайте, пишите под видео, если желаете, чтобы я рассмотрела какие-то инструменты, тоже пишите под видео, всем хорошего дня, хороших выходных, прибыльной торговли и до понедельника. ? ? руками